Мы приехали в отель Аниса Виллич. Идем в номерной фонд. Территория, не скажу, что прям супер зеленая какая-то. Ну все понятно, в принципе клиник жаркий, но так стараются поддерживать. Есть бассейн, спа-центр, размещение. Есть президентские такие бургалы. Видите, какие красивые. В отеле есть такой вот большой бассейн. Заходим в супериор. Тут у нас ванная комната. Очень такая экзотика, я бы сказала. То есть она получается здесь разделена ванна, туалет. И здесь же вот такой душик с камнями под открытым небом. У всех, в принципе, здесь. Вот он душик. Вот он получается еще такой типа летний какой-то душик. Номер стандартный для Аниса. Маленький, не дрожусь, скромненький. Сейчас посмотрим. У меня бар есть. Капочки. Что в шкафу у нас сейф. И есть халаты. Есть даже зонтик. Так, сейчас мы посмотрим. Тут нету света, но в принципе достаточно хорошо видно. Хорошо оборудованная ванна. Все принадлежности фена есть. Душ. У меня в шторке. Туалет. Пошли дальше с вами посмотрим территорию. Все дорожки вымощены вот такими кирпичиками. Очень красивые деревья. Но территория такая, я же говорю, средние зелености. Вот они тут такие индивидуальные бассейны, так понимаю, к виллам. Так, сейчас мы попробуем попасть с вами на пляж. Даже отдыхающие есть. Вот, смотрите. Вы говорите по-русски? Конечно, говорю. Отлично. А скажите, пожалуйста, нравится вам в отеле? Да. Давно отдыхаете? А? Я вас не снимаю, чтобы вас не видно было. Я снимаю пляж. Неделю. Хотела узнать отец по отелю. Как вам по питанию? По питанию? Вот смотрите. Когда народу мало было в отеле, шведского стола не было. Хотя он подоявлен. Супик приносили и химичность. Первый как бы минус. Второй минус. Нет полотенец в пляжных в отеле? Нет пляжных полотенец. Нет. Матрасов. Матрасов нету. Ну, как бы все. Остальном все хорошо. Остальном все хорошо. Сейчас шведский стол восстановили? Восстановили, потому что народу немножко больше приехало. А что по питанию вообще? На какой концепции вы? На завтраках. На завтраках. А где питаетесь? Есть тут инфраструктура? Да. Есть инфраструктура, то есть можно походить? Нам говорили, что всего там 2-3 кафе и... Достаточно. То есть хватает можно куда-то. Хорошо. Спасибо большое. Ну, мы уже не снимали туриста, чтобы человеку не создавать дискомфорта в отдыхе, но смотрите какой пляж. Ох! Широта пляжа, конечно, ширина, скажем так, и пейзажи просто супер. Ну, видите, турист сказал, что нету пляжных полотенец, это минус. Нету матрасов. Конечно, на голом лежаке просто так полежать не очень удобно. Ну, я не скажу, что прямо этих лежаков как-то очень много. То есть получается, что возле своих вилл как-то нужно больше загорать. Доброе утро. Хотела вам рассказать про более каталожную версию от отеля Аниса. Аниса – это четверка. Правильно, Аниса – вилл-резорт, если быть совсем дотошной. Аниса расположена в Панранге. Регион, как я уже много раз говорила, не супер инфраструктурный. Но, тем не менее, плюс, бесконечный плюс в регионах, пляжах. Они супер, они широкие. Вот я сейчас в Муйне, здесь не такой широкий пляж, хотя пляжная линия достаточно широкая, но не такая крутая как. В Панранге там мелкий белый, прям вот такой белесый песочек, очень мелкодисперсный такой, очень приятно по нему ходить. Здесь ракушник, там на входе ракушника нету, то есть там чистый-чистый-чистый песочек. Этот момент понравился. Из инфраструктуры, по сути, вокруг отеля ничего нет. Русскоговорящего персонала в отеле нет. Вообще нет, говорят на английском и то через пень-колоду. А, важный момент. Во многих отелях, почти во всех отелях во Вьетхаме, взимается депозит при заселении. Депозитом является паспорт. То есть денег по кастас никто не брал. Везде, и мы спрашиваем в отелях, пока это только паспорт. Так, типа по территории. По территории отеля. Она достаточно зеленая. Не скажу, что она такая, как в ТТС Резорт. Нет, ТТС зеленее. Он такой, чуть-чуть с выгоревшей травкой, но они молодцы. Они поливают по мере возможности. То есть я думаю, что чуть-чуть они пополивают и будет нормальная зеленая территория. Так, что у нас с годом постройки? По году постройки, к сожалению, нет информации, но есть информация о том, что ежегодно стараются обновлять какую-то часть инфраструктуры. Состоит отель из небольших двухэтажных зданий. Первый и второй этаж. Значит, что у нас здесь? По пляжу я вам сказала, что у нас все есть. Нету полотенец и нету матрасов на пляже. Это такой важный момент. Значит, по питанию у нас только завтраки. У нас есть ресторан, у нас есть бар, у нас есть тренажерный зал, теннисный порт и у нас есть, что у нас есть, спа-центр. Wi-Fi работает на всей территории отеля. Наверное, из общей плановой информации все. Еще раз повторюсь, что в отеле нет как такового русскоязычного разговора. Поэтому будьте внимательны, учите базовый английский. Так, сейчас попробуем пойти с другой стороны, выйти. Может быть, мы выйдем уже на выход к нашему автобусу. Ну, еще раз покажу вам море. Ну, хорошее. Видите, турист говорит, что, в принципе, их хватает всего инфраструктуры. Как-то нам, значит, наши гиды не очень дали верную информацию. Но, повторюсь, отдых спокойный, конечно. То есть, понятно, что здесь за пределами почти ничего нет. То есть, это не Ничанг. Надо это понимать. И если туристы хотят спокойный отдых, значит, это спокойный отдых. Так, я, наверное, уже вышла даже, даже, в принципе, на улицу. Да, идем вокруг бунгал. Напротив соседний отель, я так предполагаю, что... А, это даже ресторан. Вот он напротив. Пока меня отпустила инфогруппа, пошла гулять по территории, но, в принципе, это мы вернулись к началу. Сейчас вернемся к бассейну. Здесь все виллы, виллы, виллы. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши бонзоны. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на викинг точка биуай. Викинг точка биуай. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова